Сколько раз в своей жизни человек, который не занимается чем-то криминальным, противозаконным, может произнести последнее слово? Нисколько, ноль раз. Или может быть, если ему не повезет, то случится один раз. Я за последние полтора года, два года, с учетом апелляции и так далее, это, наверное, мое шестое, седьмое или, может быть, десятое последнее слово. Вот эту фразу, подсудимый Навальный, вам предоставляется последнее слово, я уже слышал много раз. И все это, как бы, такое впечатление, что раз последнее слово какие-то для меня или для кого-то, для всех, наступают последние дни. Постоянно отец требует сказать последнее слово. Но я говорю это, но, в общем-то, вижу, что последние дни, они не наступают. И самое главное, что меня в этом убеждает, вот если бы я вас сфотографировал вот так вот втроем, а лучше всех вместе, да, с представителями потерпевших, так называемых, это вот те люди, с которыми я общаюсь в последнее время. Люди, глядящие в стол. Понимаете? Вы все постоянно смотрите в стол. Я с вами со всеми разговариваю, вы смотрите в стол постоянно все. Вам нечего сказать. А самая какая, Елена Сергеевна, какая самая популярная вообще фраза, вы ее точно знаете, которые обращаются ко мне следователи, прокуроры, сотрудники ФСИН, вообще кто угодно, следователи, судей по гражданским делам, по уголовным. Вы мне говорите одну фразу чаще всего. Алексей Анатольевич, ну вы же все понимаете. Я все понимаю, но я не понимаю одного. Ну вы-то почему, для чего вы с конца смотрите в стол? Я, у меня нет никаких иллюзий. То есть я не понимаю, я понимаю отлично, что никто из вас сейчас вот там не вскочит, не перевернет этот стол и скажет, да надоело мне, я сейчас выхожу. И не станут представители и фраше, скажут, убедил нас Навальный своими красноречивыми словами. Человек устроен по-другому. Человеческое сознание компенсирует чувство вины. Иначе бы люди, они постоянно выбрасывались куда-то, как дельфины. Ну невозможно просто прийти и постоянно думать. Вот прийти домой и рассказать там своим детям, мужу. Вы знаете, сегодня я участвовал в том, что мы сажали заведомо невиновного. Я теперь страдаю и буду страдать постоянно. Люди так не делают, они устроены по-другому. Они либо скажут, ну, Алексей Анатольевич, вы же все понимаете. Либо они скажут, нет дыма без огня. Либо они скажут, а не надо было на Путина лезть, как вот процитировали слова представителей Следственного комитета. Если бы он не привлекал бы к себе внимания, не размахивал бы руками и не мешал проходу граждан, то, наверное, все бы обошлось. Но тем не менее, для меня очень важно, вот именно вам сказать, потому что обращаться в эту часть зала или к тем, кто посмотрит это, прочитает мое последнее слово, достаточно бесполезно. Тем не менее, вот люди, смотрящие в стол, это же по большому счету то такое поле битвы, которое происходит между теми жуликами, которые захватили власть, и нормальными людьми, которые хотят власть изменить. Мы же бьемся за людей, смотрящих в стол, за тех, которые, ну, там, пожимают плечами, ничего не делают, и в условиях, когда можно просто не делать с какой-то подлости, они ее делают. Ну, известная цитата, что все сегодня кого-то цитируют, да, про то, что, ну, всех учили бы, известная книжка «Убить дракона», всех учили плохому, «Ну, почему же ты, скотина, оказался первым учеником?» Это не обращено конкретно к суду. Это обращено просто вот к огромному количеству людей, смотрящих в стол, которые либо просто вынуждены делать какую-то подлость, либо даже чаще всего, когда их никто не заставляет делать эту подлость, и даже не просит. Они просто смотрят в стол, и они отворачиваются, они пытаются игнорировать все происходящее. И наша битва за людей, смотрящих в стол, чтобы объяснить вам еще раз, чтобы вы, ну, не смотрели, а сами себе признались, что все, к сожалению, в нашей прекрасной стране, вся власть и все, что происходит, основано на бесконечном вранье. Я здесь стою и готов постоять сколько угодно раз, для того, чтобы вам всем доказать, что я не хочу терпеть это вранье, я не буду его терпеть. Все же, ну, в буквальном смысле, вранье обо всем, от первого до последнего слова, понимаете? Мне говорят, что интересы русских в Туркмении, их не существует, зато за интересы русских на Украине нужно начать войну. Мне говорят, что русских в Чечне никто не обижает. Мне говорят, что, понимаете, что не существует ничего такого. Мне говорят, что в Газпроме не воруют. Я приношу документы о том, что у этих конкретных чиновников есть незарегистрированное имущество, есть компании. Мне говорят, ничего этого и нет. Я говорю, что мы готовы прийти на выборы и победить вас на выборах. Мы регистрируем партию, мы делаем многие вещи. Мне говорят, это все ерунда. Мы на выборах побеждаем, а вы в них не участвуете, потому что вы, не потому что мы вас не пускаем, а потому что вы неправильно оформили документы. Все построено на вранье, на ежечасном вранье, понимаете? И чем более убедительные доказательства чего-либо приносит любой из нас, тем большим враньем он сталкивается. И это вранье, оно просто стало не механизмом, который использует государство, оно стало сутью государственной власти. Сутью ее. Мы смотрим выступления первых лиц, и там же вранье от первого до последнего слова. В крупных вещах и в мелочах. Вчера выступает Путин и говорит, у нас нет дворцов. Да мы фотографируем эти дворцы в месяц по три штуки, выкладываем, показываем. Нет нас дворцов. Нет, значит, у нас каких-то олигархов, которые кормятся от государства. Да вот же, пожалуйста, документики, посмотрите, как руководитель РЖД на кипрские и панамские офшорные компании половину уже госкорпорации оформят. Нет ничего этого нет. Зачем терпеть это вранье? Зачем смотреть в стол? Понимаете, извините, может быть, что я высокую такую же философию утягиваю, но жизнь слишком коротка, чтобы в стол смотреться. По большому счету, ну а что там в этой жизни-то? Мы не успели, вот я не успел оглянуться, мне уже почти 40. Не успели оглянуться какие-то внуки. А потом мы все не успеем оглянуться, и мы уже лежим в постели, и вокруг нас стоят родственники, которые только думают, скорее бы он отдал концы и освободил жилплощадь. И в какой-то момент мы будем понимать, что не имело смысла вообще ничего из того, что вот мы делали, для чего мы смотрели в стол и молчали. И смысл имеет только те моменты в нашей жизни, то время, когда мы делаем что-то правильное, когда нам не нужно смотреть в стол, а мы можем честно посмотреть в глаза друг к другу, просто поднять эти глаза. вот это имеет смысл, а все остальное смысла не имеет. Именно поэтому, да, для меня это, конечно, я не скрою, это достаточно болезненная ситуация, и хитрый, болезненный формат, который выбрал Кремль для борьбы со мной, когда они не просто там меня пытаются посадить, а каких-то притянуть еще туда невиновных человек, офицеров там с пятью детьми, я должен смотреть в глаза его жене и так далее. Я уверен, что многих людей по болотному делу посадили ни за что, просто для того, чтобы застращать меня и таких, как я, неких лидеров оппозиции. Сейчас брата моего, понимаете, вот у него тоже жена, двое детей, и я должен как-то вот сейчас с родителями, ну вот, понимаете, все все понимают, они меня поддерживают, я очень благодарен своей семье, но вот эта вещь, я признаю этой, передайте там все, да, они меня вот этим, конечно, цепляют тем, что они вместе со мной каких-то невиновных людей паровозом тащат. Но, может быть, плохую вещь скажу, да, но даже взятие заложников меня не остановит. Потому что все это, все, жизнь не имеет смысла, если терпеть бесконечное вранье, если быть согласным совсем, причем без причины, просто быть согласным, потому что вот мы согласны. Я никогда не соглашусь с той системой, которая выстроена сейчас в стране, потому что эта система направлена на то, чтобы грабить всех, кто находится в этом зале. Ведь у нас все выстроено таким образом, что существует на самом деле хунта, прямо в буквальном смысле хунта. 20 человек, которые стали миллиандердерами, захватив все от госзакупок до продажи нефти. Есть тысячи человек, которые находятся на каком-то крупной кормежке этой хунты. Не больше тысячи человек, на самом деле, депутаты, основные жулики. Есть несколько процентов активного населения, которое ему это не нравится. Есть миллионы вот, глядящих в стол. Я не остановлю свою борьбу вот с этой хунтой, и я буду продолжать агитировать, баламутить как угодно тех самых людей, которые глядят в стол. Вас в том числе всех. Я не остановлю это никогда. И я могу сказать, что я не жалею, что тогда позвал людей на несанкционированную акцию. Она, кстати говоря, была достаточно неудачная. Вот та акция на Лубянке, из-за которой все началось, она, в принципе, была, прямо скажем, не удалась. Но я не жалею ни секунды, что я это сделал. Я могу сказать, что я не жалею ни секунды о своих действиях, которые я направил в сторону борьбы с коррупцией по расследованиям и так далее. Адвокат Кобзев как-то несколько лет назад, когда мы с ним разбирали одно из дел, я уже не помню, это Газпром был или ВТБ, он мне сказал вещь, которая мне запомнил. Сказал, Алексей, а ведь я точно посадил. Из-за тебя все на каркане. Они тебя точно посадят, потому что ты к ним лезешь вот таким образом, что они этого не стерпят, и ты пойми, что рано или поздно тебя посадят. Опять же, человеческое сознание компенсирует все это, невозможно жить все время с мыслью, ой, меня посадят. Оно вытесняется из головы, но тем не менее, я отдавал себе отчет в этом во всем. Я могу сказать, что я не жалею ни об одном своем действии. Я могу сказать, что я буду продолжать призывать людей участвовать в коллективных действиях, в том числе реализовывать свое право на свободу собрания. В том числе, я еще раз хочу сказать в этом зале, в эту камеру и куда угодно, что да, я считаю, что у людей есть законное право на восстание против этой несправедливой коррумпированной власти, против хунты, которая украла все, которая все захапала. Которая триллионы долларов выкачала из нашей страны в виде продажи нефти и газа. И что мы получили-то от этого всего? Ничего. Я вот в этой части я повторяю то, что я сказал на последнем слое по Киров-Лесу. Только ничего не изменилось. Мы позволили им, именно мы позволили им, глядя в стол, мы позволили им нас ограбить, мы позволили им все эти деньги ворованные инвестировать куда-то в Европу, мы позволили им превратить в нас каких-то таких скоток. Что мы приобрели-то? Чем они с нами расплатились? Чем они расплатились с вами, глядящими в стол? Да ничем. Здравоохранение у вас что ли есть? Да нет у вас здравоохранения. Образование у вас есть? Нет у вас образования. Дороги вам дали хорошие? Не дали вам хорошие дороги? Судебным приставом. Судебным приставом. Давайте спросим, какая зарплата у секретаря суда? 8 тысяч или 9 тысяч. Ну хорошо, там я не знаю, если со всеми наценками, то 15 тысяч. Судебный пристав, я сильно удивлюсь, если получают больше чем 35-40 тысяч рублей. Вот. Понимаете? Парадоксальная ситуация, когда действительно там десяток жуликов, десяток жуликов, всех нас, вас, кого угодно, грабит каждый день. А мы все это терпим. Я это терпеть не буду. Повторюсь еще раз. Сколько нужно будет здесь стоять, в метре от этой клетки, в метре уже внутри этой клетки. Я постою. Есть вещи более важные. Я хотел бы, завершая еще раз, все-таки сказать, что трюк удался с моей семьей, с моими близкими, но тем не менее, нужно помнить о том, что они меня поддерживают во всем, но, собственно говоря, никто из них не собирался становиться политическими активистами. Поэтому нет никакой нужды сажать моего брата на 8 лет или вообще сажать. Он не собирался заниматься политической деятельностью. Уже принесено нашей семье достаточное количество боли и страданий в связи с этим. Нет никакой нужды усугублять это все. Я не... Как я уже сказал, взять этих заложников меня не остановит. Но тем не менее, я не вижу, зачем власти этих заложников нужно убивать сейчас. Я призываю всех абсолютно... Это вот, знаете, ну, наивно, может быть, звучит. И там над этими словами название этой известной статьи принято вообще смеяться, иронически ухмыляться, жить не по лжи. Но ничего другого не остается. В нашей стране, вот в этой ситуации, никакого другого рецепта не существует. Я хочу поблагодарить всех за поддержку, я хочу призвать всех жить не по лжи, я хочу сказать, что я уверен абсолютно, что изолируют меня, посадят и так далее. Ну, как говорится, на его место придет другой. Ничего уникального или сложного я никогда не делал. Все, что я делаю, может делать любой человек. И я уверен, что и в фонде борьбы с коррупцией, где-то еще найдутся люди, которые будут продолжать делать то же самое вне зависимости от решений вот этих судов, единственная цель которых это придание вида законности. Спасибо. Спасибо.